Небольшой кроссовер Чулянь, то есть первая любовь, марка Хавейл продает в Китае с прошлой осени. Поначалу считалось, что модель предназначена только для родного рынка, а потому и экспортного имени у нее не было. Но за последние недели развеялись все сомнения. В середине зимы внешность первой любви запатентовал Федеральный институт промышленной собственности. Теперь форум Хавейл-клуба разместил фотографию кроссовера на заводе в Тульской области. А портал Китайские автомобили сообщает, что для рынка Азербайджана, Ирака и Украины переименуют в J-Line. То есть Joy – радость плюс Line – лев. Разумно предположить, что такое название машина получит и в России. Напомним, что Чулянь или J-Line – это типичный представитель новейшей платформы Lemon. В Китае под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор, семиступенчатый преселективный робот и строго передний привод. А вот для нас должна появиться версия с шестиступенчатой механикой и топовый вариант с полным приводом. Российский офис Череп продолжает раскрывать детали нового кроссовера TIGA 8 Pro, который уже отправился к дилерам и поступит в продажу весной. На сей раз нам разрешили заглянуть в салон. Но на фотографиях мы видим не копию китайской версии TIGA 8 Plus, а нечто среднее между новой машиной и уже известным TIGA 8. Руль выглядит по-старому, а передняя панель декорирована под алюминий. Однако вместо 7-дюймовых приборов и 10-дюймового сенсорного экрана медиа-системы поставлены два больших дисплея диагональю по 12,3 дюйма. О силовых агрегатах не сообщается пока ничего. Китайский TIGA 8 Plus оснащается полуторалитровой турбо-четверкой. Но российская Pro-версия, скорее всего, получит двухлитровый двигатель от обычного TIGA 8. Еще один Черри с приставкой Pro, тот, что под номером 7, продается в России с прошлой осени. Опрос владельцев показал, что машину нужно оснастить полноразмерной запаской, приклеить хромированные полосы на боковые двери, подсветить пороги, внедрить розетку в багажнике и уплотнители на задних дверях. Вдобавок, уже в начальной версии лакшери появился кожаный салон. Цены сейчас начинаются с 1,6 млн рублей. Это на сотню больше, чем было в сентябре, когда TIGA 7 Pro выходил на российский рынок. Редактор субтитров А.Семкин